Продолжение следует... 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 И, в общем-то, все прошло очень даже неплохо на первой попытке. Вот сейчас будем надеяться, что вот этот ветер, который на старте, именно на старте, на финише тут достаточно тихо. А старт сегодня на высоте 2175 метров. Ну, в общем, не такая уж запредельная высота для горнолыжных соревнований. Там дует, конечно. Ну и стартовый протокол, как обычно, тридцатка в обратном порядке. Вы видите, что начинать будет Мишель Гизин, дальше Норвежка Сернесу, Талин Даньо и так далее. Естественно, лидер соревнований Холтман пойдет последний, как это и положено по правилам. Ну, а что касается еще каких-то событий, друзья. Ну, вот как раз мы можем пару спортсменок отметить. Это Алин Даньо, которая с одним из последних номеров в тридцатку прорвалась. Ну и, пожалуй, немка Мариэн Шмоц тоже половину соперниц обыграла, попала на 20-е место. А так, в общем-то, все достаточно регулярно прошло. Очень плотные результаты, потому что трасса, ну, чуть-чуть короче стандартных параметров. И еще раз повторюсь, главное, наверное, событие первой попытки, это даже не лидерство Холтмана, а то, что Микаэла Шифрин лишь на 19-м месте. Ну, не знаю, сказалось ли то, что она пропускала последний воскресный старт параллельным с Лалами. Думаю, что нет. Тут как-то нет, мне кажется, прямой связи. Но, тем не менее, вот такой у нас сегодня интересный сюжет. Вот стартовый домик и первые ворота. По флагам видно, да, вот видны вот эти порывы ветра. Но там жюри сейчас внимательно отслеживает. Я не знаю, вот, конечно, когда ветер порывистый, это, конечно, самое такое неприятное. Потому что, может быть, одной спортсменке порыв сильный, а у другой затишься. Вот этого, конечно, бы очень не хотелось. Ну, старт дает вовремя жюри. Вы видите, уже пошел отсчет. И мы видим, что Мишель Гизин уже готова уйти на трассу. Мне остается добавить, друзья, что вторую попытку поставил тренер как раз Шифрин. Вот в этом тоже интересная интрига. Его зовут Майк Дэй. И, ну, вы знаете, мне кажется, что он накрутит. Очень крутую расстановку поставит под Микаэлову. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Вот первое Мишель Гизин. Верхнее. Ну, видите, получается стартовый. Вот видно прекрасно с этого плана, что достаточно пологий стартовый отрезок. Затем переход на крутое. Опять пологий и финишный крутячок. Ну, в общем, достаточно интересный такой рельеф. Но, с другой стороны, знаете, вот по моему мнению, такой вот изюминки, как бывает на других трассах. Здесь в Куршевеле, ну, это, как говорится, на любителя. Какой-то изюминки я вот на трассах Куршевеля особенно не вижу. Не знаю, почему такое. Да, посмотрите, вот то, что я ожидал в исполнении тренера команды США. Достаточно закрыты, мне кажется, ворота. Ну, мы сейчас посмотрим, так это или нет по времени прохождения. По времени прохождения чисто второй попытки. Можем сравнить с первой. Нет, вы знаете, абсолютно нет. Ну, вот первое впечатление у нас, наверное, такое было. 1.06. Даже быстрее. Даже чуть быстрее вторая трасса получается. Вот. А это ошибка, да. Это, безусловно, ошибка. Режиссер хорошо тут нам схватывает. В повторе показывает, что Гизин, конечно, серьезную ошибку допустила. Тея Луиза Стиернесунд. Это норвежская команда. Ну, вот видите, когда Холтман лидирует, а Стиернесунд лишь на 29-й позиции. Хотя, вот если бы еще в прошлом году мы сравнивали, то, в общем-то, силы были равны. Мы даже не то, что равны, а Стиернесунд, вот которую мы видим на экране, она заметно лучше выступала в прошлом сезоне, чем Холтман. Ну, вот видите, какой у Холтман прогресс. В прошлом году лучший результат – 10-е место. А в этом году уже четвертой побывала в Зюльдане, и вот уже и первая идет в Хуршевеле. Вот такие вот разные, казалось бы, из одной команды девушки, да, но достаточно абсолютно разные результаты на данный момент. Ну, стартный интервал будет минимальный. Ну, что значит, полторы минуты в ветреную погоду. Конечно, большие интервалы, я думаю, вы понимаете, для чего делаются. Для того, для лучшего показа, да, для вас, чтобы все показать, не вырезать сверху, донизу, всю трассу и так далее. Но в ветреную погоду нельзя растягивать соревнования именно плотно-плотно, побыстрее, чтобы вот именно избежать каких-то изменений погоды. Алин Даньо. Ну, хороший прорыв, да, посмотрите, какой прорыв в исполнении швейцарки. На первой попытке стартовала 60-й, одной из последних, и приехала в 30-ку. Это, конечно, впечатляет. Приличный прорыв. И отставание у нее 2 секунды, друзья. Вот, посмотрите, то есть, практически вся 30-ка поместилась в 2 секунды. Очень плотные результаты. Ну, а когда такие плотные результаты, мы с вами говорим, что, как правило, что цена ошибки возрастает. Да, вот маленький сбой, и все. И ты сразу улетаешь на много-много мест дальше. Дальше. Посмотрите, и какая разница, да, допустим, с соревнованиями предыдущих этапов, когда можно было проигрывать 3-4 секунды в 30-ку попасть. Вот, сегодня только 2. И многие спортсменки, ну, такого более-менее приличного уровня в 30-ку не попали. Мы видим это по протоколам. Не попала Зибенхофер, Анна Файт не попала, Дюр, Хавер, Лозет. Спортсменки, в общем-то, согласить приличного уровня, и в 30-ку на первой попытке не попали. Ну, вот и Ткаченко, и Екатерина, единственная россиянка, стартовала сегодня на первой попытке. Лишь 48-й результат. Ну, не получается у Екатерины пока с очками Кубка мира. Единственный, конечно, был такой приятный проблеск позавчера у Ткаченко, когда она в квалификации к параллельному слалому показала второй результат. Проиграла только Вылховой, да, и как-то вот, казалось бы, можно чего-то ожидать. Но, к сожалению, в 1-16 финала, в первом же раунде, она выбыла. А вот в гиганте дела похуже. Анна Бютчик из команды Словении. Ну, у Словенок пока на первой попытке так все, я бы сказал, на троечку, даже с минусом. Вот видите, Бютчик 27-я, Тина Робник 22-я, и лучшая в славянской команде Метта Хроват на 12-й позиции. Да, прошли, конечно, времена Тины Мазы, которая в Словенке Великой, которая и здесь в том числе выигрывала. Да, на много где, на каких трассах выигрывала Тина Мазы. Сейчас вот славянские девушки бьются пока лишь за очки. Хотя у Метта Хроват чувствуется прогресс, чувствуется прогресс. Может быть, она что-то сделает серьезное. Смотрите, ну, совсем не улыбается Михаила Шефрин. Нам с вами понятно, да, почему. Ну, показали, не до улыбок, да, впервые за несколько лет такой провал. Я не припомню, вот сразу, вот так, на первый взгляд, сразу вспомнить, чтобы 20-е там место в районе 20-го у Шефрин было давно. Только если очень давно. Софья Годжа. Человек, который в этом сезоне тоже уже имеет победу. И опять же, было это всего лишь три дня назад на этапе в Сан-Творец. Она выиграла супергигант, обойдя на сотку, всего на одну сотку, обойдя Бриньоне, подругу по команде. Ну, что, станет лидером Софья Годжа. Да, пока у нее такой мощный получился заезд, видно, да. Но она в этом плане, она, конечно, выделяется на общем фоне. Годжа своим риском, умением рисковать, умением пройти на максимуме. Этого, конечно, не занимать итальянке. Вот видите, с хорошим преимуществом она становится, ну, понятно, временным. Лидером. Интересная была реакция норвежки с Тернесом, согласитесь, когда она увидела результат Годжи. Еще одна итальянка Ирина Куртони. Ну, вот Куртони проиграла 1.99. Первому, естественно, месту. А да, следы-то, посмотрите, обратите внимание, когда вот эти свеженькие следы от лыж спортсменки остаются. И такие, откровенно, мы их видим, да. А что это значит? Что трасса стала помягче, друзья. Потому что, когда по голому льду или по очень жесткой трассе, то и следов от лыж часто не видно. А здесь видно, что лыжки немножко зарезаются, а значит, трассу отпустила. Стала она чуть-чуть помягче. И, ну, не знаю, кому конкретно это выгодно. Тот же Шифрин или, наоборот, лидером. Это, конечно, все под вопросом пока. Но то, что Шифрин на второй попытке имеет преимущество по чистоте трассы, у него намного близкий номер. Это, конечно, точно уже. Ошибается Куртония. И, вы знаете, вот неудивительно. Она так вот сейчас, видите, она так посмотрела и так удивилась. Но увидела, что результат у нее неважный, да. Оказалось, а почему удивилась-то? Мы же видели, как у нее сбои были и какие на трассе. Ну, спортсмен же всегда надеется, что будет лучше, да. Особенно при взгляде. Первом взгляде на табло хочется увидеть сразу хорошие, максимально успехи. Результат. Мари-Мишель Каньон. Канадская команда. Ну, Канадок одна только. Спортсменка самая опытная. Мари-Мишель, она практически во всех видах будет выступать в этом сезоне. Самая опытная, мы ее знаем. А так, больше, кроме нее, спортсменок, которые могли бы гигант, именно гигант, очень прилично ходить. Сейчас в Канаде нет. По крайней мере, мы еще ничего такого не видели. И опа! Ну, это остановка, друзья. Вы видите, это остановка на трассе, вылет. Она дойдет, конечно, до финиша, но будет последняя однозначно. Ну, вот видите, у канадцев одна, и то будет последняя. Обидно. Ну, вот этот типичный такой жест, да? Мы частенько его видим в исполнении женщин. Постучала себя по каске, говорит, что же ты наделала? Кайя Норби. Ну, вы знаете, такое относительно новое. Потому что спортсменка очень молодая, всего лишь 20 лет. Кайя Норби. Но она уже пробовала силы в прошлом сезоне в Кубке мира. Слушай, имя нам известно, но пока-пока вот такая загадочная фигура. Кайя Норби. Молодое пополнение норвежской команды. И вы знаете, вот эти слова мы произносим из сезона в сезон, да? И подтверждая то, что очень хорошо налажена работа с горнолыжниками, с молодежью в Норвегии. Постоянно. И у ребят это, если мы увидим, мужские соревнования. Постоянно появляются молодежь. И достаточно талантливая молодежь. Это, конечно, очень хороший показатель работы норвежской системы. 70 сотых. Но посмотрите, это третья позиция. Она и Бюсик обыграла, и Данье, и Куртони. Так что для молодой девушки вполне пункты в зачет Кубка мира. Так что вполне нормально. Ну, улыбается. Вот Микаэлу нам показывают. Один глобус у нее в гиганте. И в прошлом сезоне это было, вы видите, да? Ну, большая разница, да? Мы знаем, что с лалами у Микаэлы Шефрин аж 6 глобусов за победы в Кубке мира. А в гиганте только один. Ветер есть, да. Колышет флаги на старте очень прилично. Но вот видите, идут соревнования быстро, в хорошем темпе. И жюри как-то не сомневается, что условия нормальные. Допустимый, я бы так сказал. Допустимый ветер в данный момент. Главное, чтобы он не стал сильнее. Хороший заезд показывает нам Тина Робник. Пока зеленая зона. Ах, что такое? Да, нижнюю часть. Ну, надо же, да? Две половины трассы. Трасса у нас сегодня короткая, мы знаем. Потому что вот у Годжа уже даже из одной 0.5 вышло. Достаточно коротенький гигант получился. Но умудрила Славенко. Посмотрите, насколько неплохо верхнюю часть и настолько слабо вторую половину. Алик Стилли, представляющая Великобританию. Следующая у нас уже на трассе. Хорошо, хорошо держит темп. Ну, вот здесь ключевое, ключевое место. Мы видим переход на очередной крутячок. Тоже опять двое ворот одной другой. Немножко так затянутые виражи. И некоторые спортсменки именно здесь теряют темп. Здесь очень круто. Посмотрите, поставил, да? Вот. Буквально пять ворот. Очень крутой остановки. А потом, в общем, до финиша достаточно все понятно и просто. Да, и вот на этом крутячке на 6-5-6 ворот проигрывают по полсекунды многие спортсменки. Вот что интересно, да? Да, и Тилли то же самое. То же самое. Вот здесь сложный вираж, синие ворота. Подснос, как говорят горнолыжники. Трудно удержать чистую линию. Ну, я не скажу, что был плохой заезд, да? Она, в принципе, нормально, достойно отработала англичанка и вот Мариан Шмоц. Ее мы уже упоминали. 39-й стартовала и на 20-ю позицию приехала. То есть первая попытка очень хорошая получилась. У нее уже запас, да? Вот видите, запас мы видим. Почти полсекунды. И она еще увеличивает. Смотрите, как молодец, а? До этого как-то себя не проявляла. Ну, по крайней мере, в прошлом сезоне не было каких-то серьезных заслуг. У Шмоц. Ух ты! Похоже, у нас будет смена лидера. Да, причем еще с таким неплохим отрывом. Да, 60 сотых выигрывает. Смотрите, до секунды доходило преимущество. У Шмоц на середине трассы, ну, на финише 60 сотых. Ну, это тоже прилично. Лучшее время чисто по второй попытке у немки. Молодец. Это при том, что она в прошлом сезоне ни разу в 20-ку-то не попадала. Шмоц. Сегодня-то она точно будет в 20-ке, а кто и знает. Может быть, и даже до десятки доберется. Ну, вот как пойдет сейчас развитие событий. Но у нас сейчас важнейший момент соревнований, друзья. Вот. Смотрите. Микаэла Шифрин, которая дважды подряд здесь побеждала и знает, и любит эту трассу прекрасно. А вот на очень непривычной для себя 19-й позиции после первой попытки. Ну, и сейчас она, конечно, попытается. Мы видим, как она пытается сделать отрыв. Ух ты! Шмоц проигрывает, друзья. Шмоц проигрывает. Шифрин. Ну, вот темп. Прекрасная техника. Все нормально. И хорошая траектория заезда. Вот мы сейчас смотрим. Ну, вот как чуть-чуть замедлены все движения. Непривычно немножко, когда смотришь на Шифрин. Все-таки она обладатель Кубка мира в этой дисциплине. И посмотрите, друзья. Вот нам с вами ответ на вопрос. А что же было в первой попытке? Случайность? Мы гадали с вами. Случайность или какая-то вот уже небольшая тенденция? Друзья, вот, пожалуйста, ответ. Это не случайность. Она и вторую попытку прилично проигрывает. Микаэл и Шифрин. Значит, что-то там есть. Что-то там происходит. Пока мы этого не знаем. Не знаю. Может быть, после соревнований приоткроется какая-то завеса. Но Шифрин давно таких мест не занимала. Потому что, ну, сейчас она третья. Вы сами понимаете, что в итоге она с десятки не будет точно. Линдсбергер. Австрийские спортсменки. Четверка. Друг за другом почти подряд. Вот две австрийки, две норвежки, еще две австрийки. Вот такой порядок старта. Ну, похвальная стабильность, но не более того. Да, австрийки идут на приличном уровне, но не на том уровне, который позволяет за призы бороться. Вот в чем проблема. Да, конечно, можно сразу же опять говорить о том, что у них лидеры травмированы. Но, с другой стороны, и те спортсмены, которые живы и здоровы сегодня выступают, они, в общем-то, спортсменки такого приличного уровня. Почему бы им за десятку не бороться? Ну, пока не получается. Линдсбергер точно проигрывает много. Может быть, Брэм, у которой даже победа есть. Она, кстати, сейчас стартовать будет. Песаворли у вас имитирует прохождение трассы. Посмотрите, да? И руками, и мысли на это, само собой. Вот, я вам, Мария Брэм. Там, видите, была надпись на экране, что в 2015 году она выиграла здесь соревнования. Вот, удивительно, да, Брэм? Секунду проиграла. Вот, посмотрите, запас, если приплюсовать и нынешнее отставание, это практически секунда уже по ходу. Многовато по сегодняшней плотной такой конкуренции. Более секунды на одной попытке проигрывает Ева-Мария Брэм. Ой-ой-ой. Видите, друзья? 1.35 это по сумме, и 1.70 чисто по второй трассе. Это слишком много. Это слишком много. Пока откладывается возвращение в элиту. Обладательница Кубка Мира 16-го года, Ева-Мария Брэм, именно в гиганте я имею в виду. Ну, а нам Лару Гуд показывает с вами. Лара на девятом месте. И очередная норвежка. Очередная норвежка у нас это Мария Тереза Твиберг. И так же, как у Хольтман, у лидера. У Твиберг тоже в Зюльдане попадание в шестерку, друзья. Ни много, ни мало. Тоже хороший показатель. Достаточно агрессивно она пошла. Ну, такую ситуацию мы частенько видим. Да, вот она первая, почти первая из тех, кто на третьем отрезке сохраняет зеленую зону. Ух ты, обыгрывает Шмотц. Казалось бы, у Шмотц такая была сумасшедшая попытка. Но она по сумме, да, по сумме обыгрывает. Эту попытку немножко уступила. Но мы с вами понимаем, что попытки, когда по отдельности мы называем результат, но это для информации. Самое главное, это сумма двух, и вот по сумме она на три соточки вот эту вот девушку опередила. Опередила Марин Шмотц. Довольно. Ну, а почему бы нет? Так, половина у нас участниц на второй попытке отстартовала, и поэтому мы делаем, ну, небольшую паузу. Возвращаемся в Куршевель. У нас продолжается вторая попытка. Лучших 15 спортсменок одна за другой сейчас будут стартовать. Вот Кристин Лиздал уже готова, уже и стартовала. Мы видим. Ну, и что можно отметить, друзья? Очень плотные результаты. Секунда буквально. Вот все 15 спортсменок после первой попытки в одной секунде. И здесь у нас, конечно, просто могут быть абсолютно любые варианты событий. И взлеты, и провалы, как это обычно бывает, все что угодно. На данный момент у нас лидирует еще одна норвежка, Мария Тереза Твиберг. Ну, вот посмотрите, лидер после первой попытки норвежка. Временный лидер на данный момент тоже норвежка Твиберг. И еще одна норвежка на трассе. Вот такая вот у нас ситуация. Лиздал секунду проигрывает. Ну, вот как раз то, о чем я говорил. Сейчас так пойдет все качелями. Кто-то поднимается в лидеры, кто-то опускается намного дальше. Вот посмотрите, Лиздал проиграла Шифрин. Шифрин, кстати, четвертая пока на данный момент. А это, я думаю, вы узнали. Сара Хектор разминается. Вот такие интересные тоже упражнения. Типа ласточки там исполняет. И Катарина Труппе. Две австрийки подряд. Ну, вот, пожалуй, главная надежда сегодня австрийской команды. Это Катарина Труппе и Рикардо Хазер, который пойдет за ними. И у них далекие позиции. Не знаю, может быть, скорее всего, будут рисковать. Но это, в общем-то, так заведено в австрийской команде. Потому что все, что дальше десятки, естественно, австрийцев не интересует абсолютно. Поэтому иногда вот Труппы, они и сами по себе девушки такие рисковые. Труппы особенно рисковать любят очень. Но, сами понимаете, когда риск-то и результат-то 50-50, да? Дойдешь, да, а вот при абсолютном риске и ошибиться гораздо легче. Это еще в стоечку, правильно. Выполаживание небольшое, да? Вот тут и перед финишным спадом. И в стоечку надо успеть закрываться в низкую. Нет, тоже пятая. Ну, посмотрите. Ну, не как у австриих здесь с Куршевели. Вот после того, как мы рассказывали, выиграла здесь 4 года назад. Выиграла Брэм. Ну, здесь вот на этом замедленном повторе. Видим, как лыжи срываются. Слишком. Такого чистого видения Труппы не показало. Бриньоны у вас на экранах. Ну, и вот последняя уже надежда австрийской команды Рикарда Хазер. Секунда отставания на первой попытке и 12 результатов. Ну, как динамика хорошая вот здесь, согласитесь, да? Хорошо складывается, выталкивается, разгружая лыжи Хазер. Тоже такой атакующий, агрессивный заезд. Ну, а вот с введением лыж тоже начинается. Казалось бы, ну, вот вроде почти правильно все делает, да? Ну, а мы видим, какая пыль-то из-под лыж частенько появляется. Да, похоже, что... Ну, поближе хотя бы должна быть. Может быть, на третью позицию сможет финишировать Рикарда Хазер. Да, третья позиция, 49 соток остальных. Ну, хотя бы так. Вот, может быть, призрачные шансы на десятку у Хазер. Потому что сейчас будут стартовать спортсмены, которые на сегодня более в лучшей форме. Мы это знаем. Так что вопрос по Хазер, будет ли она в десятке или нет. Если не будет, то очередное неудачное выступление команды Австрии. Ну, а вот последняя надежда, в свою очередь, команды Словении. Ну, вы знаете, тут шансы неравны. У Словенок-то три девочки, да, мы видели. А у Австрии-то девять, по-моему, сегодня, как всегда, вышло на старт. И с девяти маловероятно, что хоть одна будет в десятке. А Мэтта, ну, Мэтта, она на первых этапах за шестерочку не смогла побороться. Ну, в общем-то, выглядела не так уж и плохо. Кстати, у Мэтта же, давайте вспоминать, в прошлом сезоне была травма. Прямо в середине сезона она пропускала несколько этапов, потом вернулась. И весеннюю часть кубка прошлогоднего, она очень неплохо провела. Все время в десятке, даже близко к пьедесталу. Пятая была перед финалом на этапе в Чехии. Третья. Хазер, в свою очередь, обыгрывает. Но, видите, Дотвиберг и Шмоц, а именно они сейчас лидируют. Норвежка и немка. Все равно такое чувствительное расстояние. Ну что ж, посмотрите, какие у нас интересные события. Вот только что мы говорим, да, последняя надежда команды, там, Австрии, Хазер. Да, последняя надежда команды Словении, Хрова только что. А вот последняя надежда французской команды. Правда, две надежды, две. Вот короли Фрассамбе и, само собой, Теса Ворли. Но Теса Ворли-то для себя на далеком месте, на девятой позиции. И давайте не забывать, что все-таки для францужинок-то у них такая дополнительная ответственность. Все-таки домашний этап Куршевель. И это, как правило, такая и двойная ответственность. Надо же отличиться все-таки дома-то. Очень бы, по крайней мере, хотелось им. Тем более, что Теса Ворли на своей вот этой домашней трассе Куршевеля трижды была на пьедестале почета. Уж кому как не ей знать, да. Но в интервью же она... У нас было интервью во время первой трансляции. Теса сказала, для меня главное... Я всегда так отношусь, что это вторая попытка там. Какое бы место в первой не было. Но посмотрим. Вот сначала Короли ее финиширует. Неплохо для нее на третьей стекущей позиции. Но все равно, согласитесь, надежд, конечно, как-то больше у французов на Тесу Ворли. Она любимица публики. И вот нам не зря публику сейчас показывают. Потому что, безусловно, все ждут заезда Тесы Ворли. Да, мы слышим, как там заводит публику диктор по стадиону финишному. Петра Вилхова у вас на экранах. Ну, у Петры настроение явно улучшилось. После позавчерашней победы в Санкт-Морице. И сегодня она настроена явно на пьедестал. Но пока не будем пережать события. Пока Теса Ворли. Напоминаю, девятый результат. Причем на девятой позиции у нас две спортсменки с одинаковым временем. Вот сначала Теса Ворли, а потом Лара Гуд. Да, техника, конечно, всегда нас поражает. Не просто красивая техника. Ну, посмотрите, а вот по секундам, по скоростям-то Теса Ворли идет, как и многие предыдущие спортсменки. Ненамного быстрее. Не то, что ненамного быстрее, а, в общем, практически так же. Да, трудно будет выйти в лидеры-то, а, Теса Ворли. Да, всего лишь третья позиция для Тесы Ворли. И эта третья позиция скоро растает 100%, друзья. Потому что еще, ох, и Реббинсбург, и Робинсон, и Холден, Вилхова. Ой-ой-ой, очень много сильных спортсменок. Смотрите, она даже стесняется, этот Виберг. Она сидит на вот этом почетном кресле главного спонсора фирмы Ауди, которая предоставляет кресло с подогревом кожаное на финише. И мы видим, прямо аж застеснялась девушка норвежская. Ей непривычно в этом кресле находиться. Лара Гуд. Лара Гуд Бехрами. 24 победы. Вот теперь даже последние два сезона не верится. Согласитесь, друзья, уже как-то, да, мы так отвыкли. 24 победы в карьере. Это же после шифрин самый большой, по-моему, показатель из действующих спортсменок. А подзабыли мы уже, подзабыли. Эти победы Лары Гуд. В прошлом году в «Гиганте» у нее вообще ничего не получалось. Она даже не боролась за десятку, представляете? Ну вот сезон новый, казалось бы, пора бы уже и восстановить такие хорошие традиции. Но нет, пока ничего, по-прежнему. Да. Ну что же, друзья, мы сейчас прервемся, но совсем ненадолго. Возвращаемся в Куршевелле. У нас надвигаются вообще-то непредсказуемые такие результаты, друзья. Согласитесь, вот посмотрите на лидеров. Твиберг и Шмотц. Ну, честно говоря, спортсмены, которые до сих пор еще не показали что-то очень серьезного. Но именно две вот эти девушки, одна из Норвегии, одна из Германии лидирует. И у нас остается восьмерка. Но самое-то удивительное не это, друзья, а удивительно то, что в Орле уже третья. Шифрин уже девятая. И это при том, что еще лидеры соревнований не стартовали. Вот это да. Очень-очень, конечно, неожиданно на данный момент. Чем это вообще закончится, интересно. Ну, пожалуйста, еще одна звезда, прямо говоря, горнолыжного спорта Виктория Ребензбург. Олимпийская чемпионка и спортсмен, который просто на данный момент идет на третьем месте в общем зачете Кубка мира. Виктория Ребензбург. Хороший у нее запас над лидирующей норвежкой, 62 сотки. Но, друзья, вот мы видели, как резко здесь на половине трассы часто меняется ситуация. Вот и посмотрите, тает преимущество у Ребензбург. И сейчас, вот после этого крутика, на котором очень сегодня закрытые ворота. Я напомню, что трассу вот эту вторую поставил тренер команды США Майк Дэй. И здесь ситуация, мы видим, просто на глазах меняется. Ну вот Ребензбург первая, молодец, кто остался в зеленой зоне на последнем отрезке. Теперь еще финишную черту бы также пересечь. Да. И Ребензбург наконец-то норвежку обыгрывает. Ну вот здесь такой ракурс интересный, согласитесь, показа, да? Кажется, что тут вообще крутяк, наверное, так под 100 градусов. Да нет, конечно. Нет тут таких уж очень крутых мест. Поздравляют друг друга. Это нам показали физиотерапевт, девушка и тренер в стартовом домике немецкой команды. Но они друг друга поздравили, просто понимаете, ни с какой не победой, а просто с тем, что здорово прошла трассу. Действительно здорово. Ребензбург. А вот на каком она месте будет, абсолютно непонятно. Ну, у нас новая звездочка, появившаяся в женских горных лыжах. Это, безусловно, Элис Робинсон. Представляющая Новую Зеландию. Спортсменка, которая, ну, согласитесь, сенсационно выиграла открытие сезона в Зельдане. Потом получила травму. Вернее, вы знаете, какая интересная история? Она получила сильнейший ушиб на разминке перед Зельданом. То есть перед соревнованиями. Ей заморозили, все. Она стартовала, выиграла соревнования. А потом поехали ко врачу опять, и оказалось, что там очень серьезный ушиб. Ей пришлось там неделю или две даже пропускать. Из-за этого. Ну, видимо, она вот адреналин, соревновательные вот такие все вещи. И она не замечала, что у нее сильное повреждение. А потом, конечно, все это, когда адреналин-то спал, это все проявилось. В первой попытке ошибочку она серьезную допустила. Но, посмотрите, а во второй доказать не смогла. Свою силу она вторую чувствительно проигрывает. И это лишь четвертый текущий результат. Ну, по крайней мере, она Тессу Ворли обыгрывает. Ну, вот такой тоже красивый, динамичный момент. Ну, недовольна, да. Конечно, друзья, вот после такой сенсационной победы, теперь и там пятые места уже будут казаться поражением. Хотя 18 лет. Причем исполнилось-то всего 1 декабря. Исполнилось Робинсон 18 лет. Сар Хектар. Вот видите, в 2014 году у нее была последняя, единственная победа в карьере. То есть 5 лет назад. 5 лет назад была победа. Ну, засиделась, да, как-то в среднячках. После этого был перерыв из-за травмы. А потом-то давно уже все вроде болячки зажили. И в прошлом сезоне. Но вот на победный уровень так и не может выйти Сара Хектар. И в прошлом году она и на пьедестале ни разу не была. Не была. Не было призового места. Лучший результат – это пятое место в прошлом сезоне в Марии Боре. На домашнем чемпионате мира воры тоже не смогла. Стены не помогли. Одна из тех, кто специализируется практически в одной дисциплине. Нет, она выступает и в слаламе тоже. Сара Хектар. Но главная цель все равно, конечно, гигант. Ну вот, вот. Сегодня будет, наконец-то, опять десятки она. Сара Хектар. Видите, она проиграла 11 сотых всего лишь. И это будет где-то близко. Потому что у нас осталось только пять спортсменок. Пять. И вот тут уже сейчас, буквально сейчас, идет борьба за пьедестал подсчета. Безусловно. Потому что очень маленькие отставания. Буквально сотые доли секунды. И, наконец-то, мы улыбку увидели на лице Сары. До этого уж очень редко она улыбалась. Посмотрите, тоже мы вам напоминаем надпись на экране. Стартует Венди Холденер. И у нее в гиганте лучший результат это четвертое место. Интересный тоже момент, да? А сейчас она пятая. То есть шанс первый пьедестал заработать. Гиганте. Гигант. Да, для Венди Холденер вот такая ситуация, я имею в виду, не просто гигант сегодняшний, а вообще общий зачет Кубка мира. Она там идет лишь на десятом месте. Это, конечно, мне кажется, слабее того, что она реально может. Но так вот пока не очень удачно складывается сезон. Ну, была, правда, второй. Помните, в леве, да? Она в слаломе. И все. Одно второе место. Больше пока ничего нет. Ну, молодец. Четыре сотки, буквально, согласитесь, вырывает она у Ребензбург по сумме двух попыток. Ну, что, друзья? Или повторение, или лучший результат в карьере. Ну, что, друзья? Чемпионка мира 19-го года в слаломе гиганте Петра Вылхова у нас на экранах начинает вторую попытку решающую. И ветром, посмотрите, да, когда стартовали первые участницы, мы так показывали вам специально, обращали внимание на флаги, сильный был ветер. Вот сейчас практически вообще все успокоилось. Ну, так, чуть-чуть поддувает. В общем-то, не страшно. Ну, Петра должна, конечно, использовать ситуацию, ту ситуацию, что Шифрин сегодня проваливает соревнование. И, конечно, для Петры хорошая возможность сократить этот очень уже большой отрыв. Почти 300 очков проигрывает Петра в общем зачете. А ведь мы предполагали с вами, что Петра Вылхова сможет с Шифрин бороться за общий зачет. Но до сегодняшнего дня это было совсем нереально. Вот сейчас лучше. Посмотрите, у Петры второй результат. Причем, друзья, второй результат. Она показывает одинаковые секунды с Ребензбург. Ну, надо же, да, так бороться. Две попытки и одинаковое время опять у нас. Абсолютно одинаковая. Первая. Холденер. Первая. А Вылхова и Ребензбург делят второе место. Да, Петра, видите, с одной стороны и рада, а с другой, конечно, переживает. Ну, уж сколько там, да, не хватило-то до первой позиции. Ну, а сейчас Федерико Бриньоне, у которой в ее любимой дисциплине в гиганте 20 пьедесталов почета уже накопилось за карьеру. Она очень опытная, 29 лет Федерике, но, естественно, речи о завершении карьеры пока не идет. А может быть, наоборот, лучшие времена наступают. Почему бы нет, да? Тоже интересная такая красивая манера. Чуть-чуть сзади работает. Знаете, Дебору Кампаньоне она мне немножко напоминает. В свое время лучшая была в Италии спортсменка в гиганте в первую очередь. Ну, знаете, тут до последнего отрезка даже не надо ничего, я думаю, планировать. Потому что, видите, сначала отрывчик появился, а потом так вплотную уже на последних метрах и маленький рывок. Но все равно уверенно, уверенно, для таких плотных соревнований 44 сотки – это, конечно, хорошее преимущество. Бриньоны. Ну, понятно. Показывают нам старшего тренера команды Италии. Венди Холденер аплодирует своей сопернице. Ну, Бриньоны, вы знаете, у нее, по-моему, со всеми прекрасные отношения, со всеми спортсменками в кубке. Ей все аплодируют, никогда никто общительно и никогда, вот, в общем-то, как говорится, не завидует чужим результатам. Марта Басина, которая в этом сезоне уже вошла в элитную группу, мы видим, да, выиграла и та в Киллингтоне Басина. Ну, долго, долго. Вы знаете, она, Марта Басина, когда ей было 18 лет в юниорском возрасте, а юниоры до 20, так она в 18 лет уже 20-летних обыгрывала. И все говорили, звезда сейчас придет в Кубок мира и начнет подряд все выигрывать. Нет, друзья, нет. Очень долго, как ни странно, очень долго привыкала, несколько сезонов, так, чуть ли не в среднячках, и все. И вот сейчас, вот, наконец-то, после пяти лет выступлений пришла первая победа к Басина. И сегодня опять она за победу борется. Я чуть не сказал, боролась, потому что, посмотрите, уже чувствительно она отстает от Бриньоны. Ух ты, тут надо ей напрячься, потому что она может и Холденер проиграть. Ух ты, и Холденер, и Вылхова, и Ребензбург она проиграет. Вот это неожиданно. Вторая попытка заметно слабее. Вот это да. Как говорится, ничего не предвещало, но отставание чисто по второй попытке, полторы секунды она проиграла. Кстати, лучший результат на второй попытке, друзья, Марлин Шмоц из команды Германии, спортсменка, которую мы, честно говоря, за специалиста-гиганта не считали никогда. А она сегодня вторую попытку выиграла. Ну, конечно, благодаря близкому номеру в какой-то степени, давайте прямо говорить, но тем не менее. Так, Шифрин уже 16-е. Это просто катастрофа. Не помню такого результата за многие годы у Шифрин. Ну и Холдман, друзья, сейчас все решается. Спортсменка, которая впервые, видите, лидирует в соревнованиях Кубка мира. Пошла, пошла по второй трассе. Да нет, не будем ничего не предсказывать. Давайте просто посмотрим, как она работает. Но она понимает, я думаю, Холдман прекрасно понимает. Она не новичок. Все-таки 24 года. Она понимает, что в Кубке мира нельзя выиграть, если ты будешь пытаться сохранить результат. Надо так же быстро, так же рискованно идти в вторую попытку. Другого не бывает. Попытаешься сохранить, будешь в десятой. И она так и делает. Смотрите, она, по крайней мере, сохраняет преимущество. Молодчина. Она сохраняет преимущество его, но уже маленькое совсем. Совсем маленькое. 19 сотых. Ну. Ой, как обидно, а. Но для нее, конечно, великолепно, друзья. Это просто супер. Это лучший результат в карьере у Холдмана. Но ведь, согласитесь, тоже в том числе и в каких-то сотых от победы. Ну, а победу одерживает Федерико Бриньоне, друзья. И вы знаете, вот эта победа Федерико Бриньоне сегодня в какой-то мере справедлива. Согласитесь. А давайте вспомним события совсем недавние. Давайте три дня назад вернемся в Сан-Морец. Бриньоне проиграла одну сотую год же и была второй. И вот сейчас, наверное, все-таки восторжествовала справедливость. Все-таки она стала первой. Дважды была второй в этом сезоне Бриньоне и заслужила, мне кажется, победу. Браво, браво. Бриньоне, молодчина, Холдман и лучший результат у Холденера. Посмотрите, сегодня все призеры... Все призеры просто молодцы сегодня. Поздравляем, Венди Холденер. Третье место. Первый раз в гиганте Венди Холденер на пьедестале почета. Холдман. Молодчина то, что не стала удерживать. Молодчина то, что атаковала. Награды и второе место. Ну и... Очень заслуженная победа. Федерики Бриньоне. Так. Ну, друзья, на этом мы еще не заканчиваем. Будет небольшая пауза и еще вернемся. Возвращаемся в Куршевель. Окончательные результаты сегодняшних соревнований у вас на экранах, друзья. Ну, согласитесь, необычный у нас сегодня старт. С одной стороны, уверенная победа Бриньоне, что никого не удивляет. Она великолепной форме итальянка, но призеры неожиданные. Да, Холдман, Холденер. Ну и, наверное, второй момент. Это крушение буквально авторитетов. Тесса в Орле 11-е, Микаэла Шифрин 17-е. Сегодня когда-то такое было. Даже сейчас сразу и вспомнить трудно по горячим следам. Но у нас интересная вещь. У нас Шифрин сейчас даст нам интервью. Вот это, знаете, удивительно. Шифрин при поражениях очень не любит давать интервью. А сегодня просто провал. Но надо отдать и должное. Интересно, что же она нам сейчас скажет. Ну а пока у вас кадры вот здесь сейчас была у нас победительница. Ну и понятно, вот это норвежский такой мини-лагерь на финише приветствует свою подругу Холдман, у которой лучший. А пока Бриньоне, чемпионка. Ну у тебя первая победа в Куршевеле, что ты скажешь. Ну, я всегда вообще пыталась и последние гонки в Куршевеле, но как-то вот что-то не складывалось. А вот сегодня у меня просто все сложилось так, как я хотела обе попытки. Но, в принципе, это одно из моих любимых мест, поэтому я тем более довольна, что наконец-то я здесь в Куршевеле выиграла. И, конечно, благодарю свой фан-клуб на финише. Они меня очень сильно поддерживали сегодня. А, ну вот она еще добавила, что Передаешь на итальянском языке. Молодец, Федерико, правильно. А теперь на французском. Да, посмотрите. Ну, не удивляемся, мы знаем, что Федерико Полиглот, она свободно и на французском говорит. Так что ничего удивительного, друзья. Ну, посмотрите, как много зрителей, да, на первой попытке мы еще отмечали. И все-таки будет Микаэла Шифрин, да. Все-таки будет Микаэла Шифрин у нас сейчас. Смотрите, какие страшные облака там надвигаются. Слава богу, что успели закончить соревнования. Там такой идет очень неприятный черный фронт. Ну что, Микаэла, неожиданно нам видеть тебя сегодня. Видеть тебя не в группе лидеров. Ну, видим, как сомневается, да, немножко обдумывает Микаэла. Ну, сегодня, действительно, девчонки были очень быстрыми. Они смогли себя реализовать на 100%. А вот у меня почему-то не получилось. Не, ну, конечно, многие болельщики надеялись, что я, конечно, буду опять здесь где-то очень высоко. Ну, оказывается, действительно, это не так просто все это повторять. Я здесь выигрывал два раза. Ну, видите, Микаэла говорит, что, конечно, предполагали, что я... Оказывается, все не так просто. Везение бывает, везение... Ну, я рада за спортсменок, которые сегодня очень здорово выступили. Друзья, ну, согласитесь, не уверенно, да, вот мы слышали... Мы наверняка с вами хотели узнать какую-то причину, да? Причину вот такого серьезного поражения Шифрина. И, честно говоря, из интервью мы не поняли, да? Ну, так сказала, рада за всех, не всегда бывают победы, но так тихонечко ушла от вопроса. Но, вы знаете, это еще не катастрофа и вообще... Потому что, посмотрите на общий зачет, тут ничего особо не меняется. Бриньоны просто приблизилась к Шифрин. Шифрин лидирует с большим отрывом в общем зачете Кубка Мира. И здесь в этом плане проблем нет. Ну, проблем не будет до тех пор, пока не восстановится, конечно, Шифрин. Если следующий старт, он начнет опять быть на пьедестале, тогда и все нормально. Ну, будем следить, очень интересно, да, как теперь все это будет развиваться. И на этом фоне я хотел бы сразу и напомнить нашим телезрителям, что следующий этап, как обычно, суббота-воскресенье женского Кубка, и это Вальдезер. Вальдезер, и там скоростной спуск и комбинация. Тоже, согласитесь, конечно, очень интересно. И на этом, пожалуй, все, друзья. Спасибо, благодарим всех тех, кто сегодня был с нами, всех тех, кто постоянно смотрит наш канал, канал «Враспорт». В завершение нашей трансляции вот такие красивые кадры, конечно, неожиданные результаты, но, тем не менее, согласитесь, очень интересный очередной этап Кубка мира в исполнении женщин. И мы уверены в том, что, если, дай бог, погода не помешает, то в субботу и будущую субботу и воскресенье будем с вами опять встречаться. Итак, комментатор Владимир Андреев и режиссер Андрей Козлов прощаются с вами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok